Продолжение следует... Неужели это неизбежная плата за все увеличивающееся количество транспортных средств на дорогах? Или может пешеходы попадают под колеса в результате своей собственной небрежности и беспечности? Почему так происходит? Давайте вместе попробуем разобраться, кто же все-таки виновен в том, что под колесами транспорта продолжают гибнуть люди. Продолжение следует... Вроде все как нужно. Пешеходы переходят, автомобили уступают. А теперь давайте посмотрим на этот пешеходный переход несколько шире. Что же мы видим? Данный пешеходный переход обустроен прямо по крыше подземного перехода. Для чего это сделано и как должен действовать пешеход при таком выборе? Давайте обратимся к ПДД. В данном случае в одном месте установлены два пешеходных перехода. Один из которых подземный, второй наземный. В правилах дорожного движения пункта 17.2 сказано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по подземному или надземному пешеходным переходам. И только в случае их отсутствия по надземному пешеходному переходу. Исходя из требований ПДД, в данной ситуации правила обязывают пешеходов переходить проезжую часть только по подземному пешеходному переходу, поскольку он здесь имеется. Что же получается? Все пешеходы, переходящие дорогу по надземному переходу, являются нарушителями? Да. Их таковыми сделали те, кто создал такой удивительный наземный переход. Как вы думаете, что будут делать пешеходы, перед которыми стоит подобный выбор? Спускаться в подземный или идти поверху? Большая часть идет поверху. Так удобнее и проще. Сколько пешеходов гибнет и получают телесные повреждения под колесами транспорта при переходе улиц и дорог по надземным переходам? Много, очень много. А сколько пешеходов пострадало под колесами автотранспорта в подземном переходе? Я что-то не припомню ни одного. Может, вы знаете о таких случаях? К большому сожалению, такие переходы по крыше сделаны не только в этом месте. Они есть и на пересечении проспекта Независимости с улицы Макайонка и в других местах. А относительно недавно такой уникальный переход был организован на площади Якуба Колоса, в подходе к одному из, наверное, самых больших мест скопления людей в Минске – Комаровскому рынку. А как же безопасность? А никак. В случае наезда автомобилем на пешехода на таком покрышном переходе, ответственность будет нести водитель транспортного средства. Ну, заранее могу предвидеть, что будут высказывания о том, что инвалидам, людям преклонного возраста и мамам с колясками проще и удобнее идти по наземному переходу, а не спускаться вниз и подниматься вверх по неудобному пандусу. Полностью согласен. Ну, как тогда быть с правилами дорожного движения? Что это за правила такие, которые вроде есть, но кто-то сделал так, что пешеходам разрешили их нарушать, а водители, в случае наезда, должны отвечать за действия пешеходов-нарушителей, которые сразу становятся невиновными потерпевшими. Увы, те, кто создал такие покрышные переходы, никакой ответственности за подобное ДТП не несут. Как же быть, чтобы избежать подобных рукотворных казусов? Сами собой напрашиваются три решения. Закрыть подземные переходы. Переходить будет удобно, но не так безопасно. Закрыть наземные переходы. Переходить будет неудобно, зато более безопасно. Изменить ПДД, чтобы пешеходы имели право выбора и не становились нарушителями не по своей вине. Хочется верить, что-то должно измениться. Правильный подход и комплексное мероприятие по линии организации ДД. То есть это создание условий, при которых сложно будет нарушить правила ДД, и при которых будет комфортно, удобно перемещаться, передвигаться, и при которых люди просто не нарушают правила ДД. Это самое основное, самое правильное. И чем быстрее, тем лучше. Ведь каждый день люди ходят по крышам, и никто не знает, когда может случиться очередной наезд, в котором могут попасть близкие нам люди. С этого нового года в действующее ПДД внесены изменения, согласно которым для водителей отменили талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра. Это, конечно, нужные изменения, но о них мы поговорим в другой раз. Вот только жаль, что ляпы, о которых рассказывалось в этом и других роликах, так и не исправили. Если вы знаете о существовании подобных мест, сообщите нам об этом. Субтитры создавал DimaTorzok